Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Всё больше задач, всё больше забот. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод. Кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь. С нами Луганская, 59. Телефон 761-500. О, Таговый дом, Кировский кирпичный завод. Киров, улица Луганская, 59. Уграян, 114-43-450-17-541. «Особое мнение» на 101-FM. В Кирове 1307 начинается программа «Особое мнение». Я приветствую слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии Виталию Браму, общественнику, активисту, координатору проекта «Делай дороги». Ещё есть несколько ипостасей, в которых Виталий периодически выступает, но об этом чуть позже. Виталий, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Напоминаю слушателям, вы тоже можете участвовать в нашей программе, можете задавать вопросы гостю. На нашем сайте эхокирова.ру для этого предусмотрена специальная форма. Ну и напоминаю, что всё, о чём мы сегодня будем с Виталием говорить, можно будет переслушать, пересмотреть, а потом и прочитать на нашем сайте эхокирова.ру, где теперь появляются и расшифровки программ «Особое мнение». Это очень удобно. Да, я думаю, да, мы всё делаем для удобства наших слушателей. Виталий, ну вот, собственно, первая тема. Вчера вечером вы были на мероприятии, мероприятие называлось «Публичное слушание по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Кирова», но были вы там недолго. Собрание в рамках публичного слушания, потому что публичное слушание длится не менее двух недель. То есть в рамках этих слушаний приходят собрания, на которые люди могут прийти, пообщаться с чиновниками, с всякими заинтересованными сторонами, кто заявляет на какие-то изменения какие-либо. То есть там строительная компания была, много кто ещё. Вот вчерашнее мероприятие. Там было много изменений анонсировано на самом деле, но на сайте администрации найти их было очень сложно. Если бы не паблик «Струем Киров», мы бы не знали, что там завтра будет обсуждаться. Именно поэтому я оттуда и ушёл, собственно говоря, потому что тратить своё время, оно достаточно дорого для меня и для многих других людей, тратить время на непонятных мероприятиях, где непонятно, что происходит, потому что когда тараторят, когда женщина-чиновник говорит, что зона ЖБ-3 переходит в зону Р-2, и очень быстро это ЖБ-3, Р-2, там, Ц-5 и так далее, и при этом на маленьком экране видно картинка, где жёлтое пятно и оранжевое пятно, ну, ничего не понятно. То есть мы ещё в 2015 году, даже в 2014 году мы вместе с Народным фронтом, замечательной организацией, которая возобновляет президент нашей страны, готовили в своё время предложения по изменениям формата проведения слушаний, чтобы они были более открытые, чтобы информирование было, чтобы были по месту. Даже можно зачитать, вот с 2015 года, у меня на сайте висит, такие позиции прописанные, обеспечить широкое информирование общественности в городе Кирова о правдивых публичных слушаниях. То есть вчера общественности не было, значит... А кто был вчера? Вчера было примерно, может быть, 2-3 ярких представителей общественности. То есть был я, был Костя Сичихин, ещё пара человек, была Таня Веселова, замечательный депутат в городской думе. Ну, были заинтересованные лица, опять же, средней компании, были чиновники, ну, в принципе, всё. Обычные жители там были? Сколько было человек всего? Ну, наверное, порядка 15-20 человек. Может быть, там 1-2 человека там и были какие-то. Я их, на самом деле, не заметил. Ну, это не тот формат. Была огромная повестка, да, то есть понятно, что эта повестка касается огромного количества человек. Ну, там заявлялись изменения, насколько я помню, по микрорайонам Знак, по микрорайонам Чистые пруды. Была история с территорией, бывшей территорией завода Крин, да, где непонятно, каким образом всё будет происходить. Парк Победы был. И что там будет с осторожкой, да. И при этом 15-20 человек присутствующих. Ну, вот так вот всё происходит. То есть показатель, либо это сделано намеренно, я думаю, это сделано всегда было намеренно, ещё при Быкове, при Перескоке, намеренно никто не информировался, никто не знал никаких слушаний, вообще никогда, и все чиновники, этот же Быков всегда говорил, так никто не пришёл, мы приняли, как мы решили, да. Ну, когда мы стали ходить, вот в тот период времени, там, 14-15 годов, снимать на видео, рассказывать людям, люди стали приходить. Ну, почему-то сейчас вот опять какая-то вот странная форма, да, то есть почему? Либо это невыгодно власти, чтобы люди приходили и участвовали в реальных каких-то вещах, да. Либо людям наплевать. Либо людям наплевать. Людям определённо огромное количество наплевать, потому что нет времени банально, они не думают, что это важно, то есть не считают. То есть тут тоже нужно работать с обществом, нужно объяснять ему. А для этого есть все механизмы, я уверен, что есть бюджеты на это, прекрасные бюджеты, чтобы всё-таки проводить широкий спектр мероприятий, чтобы привлекать людей. Нам все говорят, правительство РФ, президент, все яркие представители нашей страны говорят, что давайте вовлекать общество в процесс принимаемых решений власти, а на деле что происходит? Безусловно, есть подвижки, глава администрации сидит с общественниками, обсуждает скверы, год уже, да, до этого тоже обсуждались, сколько лет, да. Но вот сейчас мы говорим про эти слушания, то есть формат, он, конечно, требует изменений. Они все прописаны, всем понятно и очевидно. Поэтому вчера вот у меня в телевизорном канале я про это написал, и хотел бы здесь повторить, что огромная просьба к уважаемому Илье Вячеславовичу Шугину заняться отдельно этим вопросом, взять на контроль. Предложения я, наверное, вам тоже, Илье Вячеславович, скину отдельно, которые мы прописывали в свое время, то есть можно их обсуждать. И все можно изменить. Более того, когда я прихожу, я вижу там женщину, которая в юридическом деле, то ли возглавляет, и активно защищала на протяжении двух или трех лет в судах компанию «Гзорс» и администрацию города в лице Выково, которая продавала Парк Победы, и она сидит, как ничего не бывало, до сих пор на своем рабочем месте. Ну, мне уже тогда стало не по себе. А вчера, напомню, по Парку Победы обсуждался вопрос передачи вот этого самого участка, точнее, изменения его статуса, со статуса, где, возможно, жилая застройка, в статус, где, возможно, строительство только образовательных учреждений. Кто-то понял, что там, наоборот, потому что там, по-моему, уже изменено. Кто-то понял, что вообще в целом, включая тот участок, где компания ССК строит дом, что, на мой взгляд, он, по-первых, строится с нарушениями. Но вспомним, то есть замглавы администрации, который подписал разрешение на следствие, не мог это сделать, потому что там нарушены были процедуры. А он превысил свои долларосадетные полномочия. Мы обязательно напишем следствие комитета на это. И привлечем к этому внимание, опять же, да, то есть в ближайшем будущем, возримом. Ну, вот так вот, то есть требует изменений. В общем, формат требует, надо менять. Да, приглашение надо менять. Людям нужно рассказывать. Вот вчера я что просил? Говорю, Ирина Васильевна Рубцова, неужели так трудно выложить вот вашу презентацию, которую вы нам показываете, да? Показываете и параллельно рассказываете. То есть она была в понятном виде, эта презентация? Более-менее понятная. Вы выложите ее на сайт заранее, чтобы мы могли посмотреть заранее, понять, что к чему. Поэтому, я говорю, неужели трудно, сходи, ссылаться на какое-то управление информатизацией, что-то такое, ну, как бы это вопрос решается за 5 секунд. Включается сайт, какая там форма у него, загружается туда на страницу ссылка, ну, этот файл, либо ссылка на файл, все хорошо. Я говорю, хорошо, вы можете мне скинуть сейчас на почту, вот, mail, собакобрам.ру, скиньте мне сейчас на почту. И я выложу, и я выложу. И я просто посмотрю, он откроет этот перецык, потому что там не видно ничего у вас, маленький экранчик, как на него можно что-то забрать-то? Ну, к сожалению, так все замялось, никто ничего толком сказать не мог. Я вот свои предложения в протокол попросил внести и встал и ушел. Ну, потому что тратить время на мероприятие считал неверным для себя. Ну, возвращаясь к Парку Победы, все-таки было, я так понимаю, принято решение вчера представителями и общественности, ну, теми, кто остался, да, на вчерашних публичных слушаниях, на вчерашнем собрании, о том, что меняется статус территории в Парке Победы, вот этого участка в Парке Победы, да, на застройку именно образовательными учреждениями, да. А дело Парка Победы, между тем, продолжается. Вот сегодня утром портал Ньюслер написал, что прошли обыски, прошли обыски у начальника департамента муниципальной собственности Натальи Мамедовой, причем, видимо, дома, на работе ее не было. Нашим коллегам сообщили, да, что она на больничном, и вот факт обысков не подтвердили в администрации, неизвестно что, да. И еще одни выемки документов прошли накануне вечером в Центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта. И ту, и другую историю ты у себя репостил. Вот, я так понимаю, что есть что сказать по этому поводу. Про парк? И про парк, и про ЦДС. Про парк уже очень много говорили. Всем, очевидно, вот любого спросителя города на улице, он уже знает, что, во-первых, парк украли, продали за 300 тысяч, да, знает, что происходит в процессе. Вот здесь непонятно, зачем обыски, потому что администрация города заявляет о том, что они готовы сотрудничать со следствием, и Шульгин это подтверждал, и говорил о том, что, наоборот, хорошо, что пришли, все посмотрели, все забрали и разберутся. Конечно, прекрасно, да. Я уверен, что Шульгин готов на все обыски у этих замечательных людей, которые возобновляли там всякие управления, которые позволяли там происходить, молчаливо сидели, может быть, да, соучаствовали, может быть, опять же, вопрос. То есть, ну, следствие разберется, кто там... Ну, сейчас-то они сотрудничают со следствием, зачем же так жестко? Ну, откуда мы знаем? Ну, это уже не ко мне вопрос, а вопрос к тем, кто проводил обыски. Я думаю, что нужно проводить. Благодаря этим людям, той же Мамедовой, прекрасная женщина, с одной стороны, прекрасно вся выглядит, на мой взгляд, да, то есть, говорит какие-то вещи... И специалист хороший она была в этой студии, да. Либо внятный, хороший специалист, но мы же понимаем, что она возглавляла какое-то правление по имуществу, то есть, Департамент муниципальной собственности. Департамент муниципальной собственности. Или муниципального имущества, как-то так он называется. Вот все собственности имущества, которое было украдено, либо каким-то образом выведено за период правления Владимира Васильевича Быкова, ну, она в этом каким-то образом участвовала, мы же понимаем. Ну, как минимум она подписывала бумаги. Как минимум она знала, как максимум подписывала документы, и как максимум-максимум, наверное, она вообще-то, может быть, участвовала. Да, может быть, опять же. Мы делаем предположение. Человек молчал, молчал. Почему? Ну, давайте поищем. Пусть поищут ребята, пусть работают. Прекрасно, молодцы. Спасибо вам, дорогие силовики. Вот огромное спасибо. А нет ощущения, что создается видимость какой-то работы, а в итоге вся эта история пшиком закончится и никого не накажут, как предполагал у нас в прошлый раз, на прошлой неделе Азия Сагаев, да, что стрелочники, условно говоря, найдутся, а основных фикуранты нет. Вполне возможно, но мы наблюдаем. То есть я человек некровожанный. Мне абсолютно не важно, сядет быков, не сядет быков. Вот честно говорю, да, то есть он уже наказан судьбой, да, то есть я смотрю на его поведение, на его настроение, на его внешний вид, на его детей, если посмотреть, все понятно становится. Человек уже наказан высшими силами, мы все под ними ходим, все ходим под Богом, да, то есть я уже как-то говорил, тут либо в рай идти, либо в ад идти. Мы тут живем очень короткий промежуток времени, дай Бог 70 лет проживем, да, то есть дальше большой вопрос, то есть вот куда человек идет и какую он здесь свою себе жизнь выстраивает, даже имея материальные блага довольно неплохие, да, то есть, а счастлив ли он? Владимир Васильевич, вы счастливы? Ответьте себе на вопрос, нам не нужно, мы-то все понимаем. Так, ЦДС. ЦДС, компания, довольно странная, опять же, муниципальная компания, на мой взгляд, все муниципальные компании в этот период времени там просто выпиливалось бабло, вот на мой взгляд, во всех муниципальных компаниях, вот по моему субъективному мнению, я посмотрел на что происходило в Лука, Ленинского района, кстати, возглавлял который Дмитрий Никунин, хороший друг господина Рыболовлева, который возглавлял ЦДС, да, какие-то есть положительные моменты, то есть приложение запустили, да, работают. Умные остановки появились. Умные остановки появились. В количестве каком? 5, 6? Ну, я, честно говоря, да. Где-то так, да. Меньше 10. Приложение. Давайте посмотрим, сколько было потраченений на это приложение. А может быть, компания Яндекс дать? Ничего тратить не надо, да? Ну, как-то договориться, может быть, так, какой-то там другой вид взаимодействия, какой-то там частная компания, пусть за свой счет делает, чем мы муниципальную компанию, вот эту там какую-то судьбу. Там при ней была учреждена компания электронный проездной, как раз, которая собирала деньги, там, обеды и все прочее. Я уверен, что вот эта компания, как раз-таки ООО электронный проездной, вот там кроется очень много всего интересного для следствия. Там проводились обыски везде. Я думаю, что следствие разберется, что к чему. То есть там, на мой взгляд, каким-то слухом, которые ходили в городе, они чуть ли не деньги под процент выдавали, которые собирали с автобусников за проезд и все прочее. Более того, компания CDS, вот то, что я точно знаю и помню, потому что я довольно плотно занимался и занимаюсь, продолжаю, то есть просматриваем компанию в Калининском районе, мы нервнодушны к этим сотням тысячам человек, которые находятся от нее в какой-то зависимости, потому что она управляет... Большим количеством, огромным, да. Крупнейшая в ПФО компания управляется непонятно как, до сих пор, кстати, управляется непонятно кем, кстати. Так вот, компания CDS в период времени обслуживала приборы учета общедомовые на жилфонде у Калининского района. Самое интересное, я знаю точно, что она с своими обязательствами не справилась в социальности, и после этого это обслуживание, там, поверх, в том числе, приборы, да, то есть, а это вопрос денежный, очень, во-первых, по вложениям, во-вторых, от этого зависит, сколько будут начислять. Да, по платежам. Все, много чего спасали, нас спасали, да. Так вот, CDS эти приборы обслуживала, какое-то там денежки получала за это, да, то есть, но, по моей информации, не справилась абсолютно с своей работой, и после этого они, это банда, я именно так буду ее называть, банда Быкова, дивизия Быкова. Особое мнение Виталия Брамова, выслушайте сейчас. Дивизия Быкова, новая, новая эта фраза, дивизия Быкова передала своему другу Уликину, который возглавляет там Центр общественного контроля в ЖКХ, во время обслуживания приборы учета. По моему мнению, субъективному, лоббирует интересные компании управляющих, ресурсников и все прочее. Правильно формирует общественное мнение долгие годы, опять же, недостойный, по моему мнению, человек в общественной плате. Так, мы всех зацепили. Да, Виталий, я прошу прощения, мы сейчас перерыв должны сделать на полминуты, немножко уже подзадержались. Виталий Брамов в нашей студии, вернемся. Особое мнение на 101FM Виталий Брамов, общественник-активист, координатор проекта «Делай дороги» в нашей студии. Мы продолжаем, ну вот еще чуть-чуть про ЦДС и перейдем к следующей теме. Про ЦДС хотел бы там завершить. На мой взгляд, это такая же была конторка по отмыву денег. Что значит была? Она есть еще. И сделала много полезного, как мы выяснили. В тот период сделала что-то полезное, но, на мой взгляд, была такая же, как и все остальные муниципальные предприятия, конторы по отмыванию денег. То есть через МУПы отмывались каким-то образом деньги, в том числе бюджетные, в том числе деньги населения. Это вообще какая-то невероятная глупость и абсурд, но вот это происходило нашим. И, возможно, происходит. До сих пор. Нужно смотреть, да, то есть. И опять же, передаю лучи поддержки нашим силовым ведомствам. Мы за вас радеем, мы на вас надеемся. Как вот сейчас пошли вопросы, что вы не сможете никого наказать. Я уверен, что сможете. Вы молодцы, у вас все рычаги власти есть, все возможности. Ну, покажите уже, дайте людям это вот. Ну, народ просит крови, ну, дайте им крови. Не надо. Не надо крови. Мы утрируем. А то нам напишут заявление особо выдающиеся юристы, которые с головой не дружат. Мы, как это назвать, субъективное мнение. Мы требуем справедливости. Да, мы требуем справедливости, но мы не кровожадные. Ну, делайте свою работу, покажите, что вы молодцы. И мы вам скажем спасибо. Это будет прекрасно. Окей, ну, посмотрим, как тема СЦДС будет развиваться. Пока, я напомню, при службе МВД не комментируют вопросы, связанные с обысками. Я надеюсь, что в течение дня все-таки информация появится. Виталий Брам, общественный активист в нашей студии. Ну, вот комфортной городской среде, наверное, мы перейдем. Я, насколько понимаю, есть определенные мнения, которые, видимо, укрепились после вчерашнего собрания в рамках общественных публичных слушаний. По поводу того, как создавать эту самую среду в нашем городе, да, на какие средства, на что нужно в первую очередь обратить внимание и прочее, прочее, прочее. Виталий. Ну, смотрите, первое, что хочется сказать. То есть у нас в целом про среду. Среда у нас пока что все еще не вышла на тот уровень, который хочется жить. Первые, там, попытки, вот эти шаги за два года, там, для того, чтобы привести дорожную сеть в какой-то более-менее порядок, они сделаны, это прекрасно. Но вот только сделать дороги, которые, к сожалению, продерживаются не так долго, как хотелось бы, этого, конечно, мало. Многое привести мероприятие по безопасности. Программа «Безопасные качества дороги» пока что не обеспечивает безопасность невероятно никак, если не сказать, что наоборот повышается. Со смертность по статистике. А, это вот потому, что по хорошим дорогам люди гоняют? Люди гоняют, да, если нужно, конечно же, обращаться к тому опыту, мировому опыту, опыту города Москвы, прекрасно, который его используя, приводит себя в порядок, да, то есть, насколько я знаю, вот ребята у нас, выдающиеся урбанисты, там, Анатолий Курбатов, Красивый Киров, Игорь Багин, да, хотели бы привести прекрасного урбаниста города Москвы, который бы рассказал, как надо бы делать, да, то есть, это было бы круто. Мы вам попробуем помочь тоже всем и поучаствовать в процессах. А БКД, большая федеральная программа, еще одна федеральная программа, комфортная городская среда. Которая намного больше претензий у меня, чем к БКД, по одной простой причине, потому что, если взять, допустим, 2017, прошлый год, на программу на область было выделено 307,9 миллионов рублей, из которых большую часть... В Кирове, по-моему, там 200 с чем-то было, да? Основная часть, конечно, осталась в областном центре, ну, возьмем в общем, да, то есть, там, 300 миллионов, округлим, да. Из них мы отремонтировали 222 двора, частную территорию, еще раз, за год, за прошлый, 26 общественных территорий, вот, в Кире, по-моему, 67 дворов было отремонтировано в 2017 году. Вопрос в том, что мы значительную часть этого бюджета в 2017 году, это две трети, потратили на частную собственность, еще раз, бюджетные средства, наши общие, мы потратили на маленькую часть частной собственности, которая есть в нашем городе. Ты имеешь в виду дворы? Дворы. Я рад за эти люди... А почему частная собственность? Далеко не в каждом доме все собственники квартир частные, мы же понимаем, да, что есть и муниципальные жители. Давайте, ну, вообще, давайте, вот, посмотрим, вот, еще немножко там дальше утрируем, вот, то, что находится во дворе, это, по идее, собственность жильцов, да. Конечно, более того, я вам покрою тайну, многие дворы вообще муниципальные у нас, нужно проводить определенные процедуры, чтобы они были частные, да, то есть, ну, это второй вопрос. Не прирезанные участки к дому. Да, ну, как бы, это второй вопрос, мы понимаем, по логике, по здравому разуму, если мы к нему обращаться, хотелось бы почаще, чтобы обращались наши чиновники. Дворы, собственность жителей. В это время мы замечаем, что у нас в городе практически нет нормальных тротуаров, практически нет скверов, долгие разговоры идут, есть инициатива прекрасная по созданию скверов, но упирается, в принципе, в бюджет в основном, мы же понимаем, да, то есть, где взять денег, чтобы сделать там ремонт, там, благоустроить сквер, даже маленький, нужно, как минимум миллион, это вообще, если ужаться, да. Есть проект 30 скверов, прекрасный проект, давайте их реализуем в следующие годы, да, то есть, как их реализовать, где взять денег, опять же. И где? В программе комфортная городская среда, если в 2017 году было требование от стороны федерального правительства, министерства, да, то есть, там, спускалось, что две трети необходимо было сделать дворовых территорий, ну, видимо, выборы были, мы пережили, слава тебе, господи, пережили все эти выборы, давайте поживем, что-нибудь хорошее сделаем, поработаем, да. Да, то, насколько мне известно, при моих консультациях, в том числе, в органах власти на разном уровне, сейчас все одно, на 2018 года уже, именно распределение средств на уровень муниципалитета, то есть, как решит муниципалитет. То есть, мэрия города Кирова, администрация города Кирова решает, сколько денег отправить из федерального вот этого транша на дворы, сколько отправить на общественное пространство. Это важно еще с какой-то точки зрения, если брать Киров, ну, я думаю, это порядка пяти тысяч дворов, мы отремонтируем до 2022 года порядка двухсот, ну, может быть, двухсот пятидесят. Ну, шестьдесят-семьдесят дворов в год, да. Какой процент от пяти тысяч? Ладно, от трех тысяч, которые требуют ремонта. Очень маленький, очень маленький. Ну, я думаю, что, может быть, будет и больше, конечно, чем двести, ну, возьмем для круглого, триста возьмем из трех тысяч дворов, десятая часть, ну, десятую часть отремонтируем. Ну, а остальные как? Они почему-то не отремонтированы. Деньги-то общие. Может, программу продлят. Деньги-то общие. Может, программу продлят, Виталий. Так мы, сколько бы вам ждать этот коммунизм-то? Есть частная собственность, априори, за ней должны следить жители, собирать деньги, коммунировать средства, привлекать кредитные ресурсы, завершить компанию, что угодно делать, но отремонтировать свою собственность. Вот у меня есть там частный дом, да? Виталий. Я сам решаю, давайте мы на мой частный дом, пустим программу федеральную. История следующая. Если речь идет об установке детской площадки или оборудовании цивилизованной парковки, тут вопросов нет. Действительно. Пусть жители каким-то образом вкладываются, ППМИ, какие-то еще программы, все что угодно. Асфальт положить. А почему это жители должны? А чьи? Это если их двор. Вот смотрите, давайте так, у меня есть дом. Так. Недалеко от города. Давайте на мой участок. Мне нужно положить брусчаточку. Хотел бы мне хорошую террасную доску. Тут было на производстве, мне очень понравилось качество террасной доски. Стоит порядка, по-моему, трех тысяч за куб, за квадратный метр. Давайте на мою частную территорию, которая находится в черте города, кстати, положим эту замечательную террасную доску в мой двор. Но это жирно будет очень, террасная доска. Если мы посмотрим на масштаб, немножко отдалимся, то каждый двор, это немножко жирно, если мы будем тратить общие деньги. Потому что, ладно бы, если у нас были все скверы отремонтированы, благоустроенные, и все там тротуары отремонтированы. Но в тех условиях нужно выставить приоритеты. Это приоритет сначала на общественное пространство, на парки и скверы. Затем, если у нас будут деньги, а я уверен, в нашей стране будет много денег когда-нибудь, давайте мы сделаем всем все за счет бюджета. По идее, так и должно быть в нашей богатейшей мире, стране. У нас столько ресурсов, столько нефти, газа, изумрудов и чего угодно. И асфальт мы тоже делаем сами. Да, но и дело в том, что, более того, мы же говорим, почему у нас так слабоактивное общество. То есть, второе, когда люди понимают или поймут, кто-то уже понял, что их двор это их двор, их мир не заканчивается при закрытии двери в квартиру, поймут, что во дворе нужно бы для себя облагородить. Они поймут, что давайте это сделаем. Соберутся маленькой группкой и потом станут шире. Локальные сообщества будут взаимодействовать. Именно эти локальные сообщества будут двигать развитие страны. Потому что дальше из этих сообществ будут выдвигаться делегаты. Дальше в эти руководящие органы, представительные органы. Вот так система выстроена во всем мире. Мы сейчас, наоборот, эту систему, которая работает в мире, мы ее гасим. Вот вам с барского плеча 200 дворов за 5 лет из 5000 дворов. Ну, это глупости какие-то. Растим потребителей, ты хочешь сказать, да? Растим не гражданам. Не то, что потребители. Даже в этом плане, если тот двор, который человек живет, каждый день приезжает. И ты как-то шел по юго-западу, там длинный-длинный большой дом. Там 10 подъездов, корабль такой, 10 этажей. Жителей много. Жителей много. У Калининского района, по-моему, там замечательное. Аккумулирует средств очень, ну, достаточно большое количество в этом доме, да? То есть я смотрю, стоит там автомобильный автопарк. Стоит там 7 миллионов, 5 миллионов, 3 миллиона, 2 миллиона, 5 миллионов. Машины хорошие, да, по стоимости. Хорошие автомобили, прекрасные, значит, там люди понимают, что как-то нужно себя проявлять. Проявляют. Но стоят они в абсолютнейшемся говне, простите. Ну, вот двора нет. Все грязно, все раздолбанно. В советское время построено, наверное, да? Все раздолбанно, благополучно. Но вот они должны понять, что это их двор, саккумулировать средства, сказать управляющей компании, давай-ка мы создаем какой-то отдельный спецсчет, на котором... Фондик маленький, да? Фондик, да. На котором мы в течение года будем аккумулировать какую-то, ну, незначительную сумму средств с каждой квартиры, да? Какую-то, ну, на которую договорятся. Ну, незначительная потворяется. На которую договорятся. На которую договорятся. Вот сколько рядовая кировская семья, на твой взгляд, без ущерба для семейного бюджета, может на такие цели выделить? Разные люди, разные семьи. Понятно. От 50 рублей до 1000 рублей. А кто будет решать? Общее собрание. Общее собрание. Общее собрание. Депутаты городской думы, в первую очередь. У нас есть представители наши, представители, и там есть, ну, если немного, то... Предложения кто может вынести это? Предложения может вынести любой, наверное, человек. Да любой человек может к нему прийти, к депутату, и давай сделаем. Вот, ну, это я собираюсь сделать. Мы сейчас там готовим, прописываем предложения с отсылками на нормативную базу, на наше предложение описываем чиновничьим языком. Предложение будет принесено? Будет, да. Вот тут приезжал когда-то агритектор, который входит в рабочую группу. Сроки какие, Виталий? Я бы хотел, чтобы со следующего года мы уже не ремонтируем чиновники. Поняла. Давайте оставим там транзитные дворы, через которые есть там поток людей. Ну, как это логику, давайте включим, там законы логики в мире работают. Вот, давайте оставим там 5-10% на дворы. Давайте, хорошо. Давайте большую часть пустим на ту территорию, которую пользуются абсолютно все, потому что среда комфортная для всех. То есть и тут приоритет первый сначала на те территории общественные, общие, а потом уже, если у нас будут деньги, давайте мы будем давать деньги на частную собственность. И более того, это даст толчок жителям для понимания. То есть все-таки двор, он свой. Управящая компания, которая на тебя работает, дует с тебя деньги, она там, ты ее нанимаешь, ты за ней следи, как бы, ты ее толкай, меняй ее, если нужно, на другую. Никого не находишься, давай ТСЖ, если хранить случай, да, то есть, ну, вот так вот. А по-другому никак. А сейчас мы этими всеми действиями гасим, в том числе, такую активность добрую и полезную. Виталий Брам, общественник-активист, с предложением переформатировать программу формирования комфортной городской среды. В нашей студии у нас две минуты рекламы и вернемся. Особое мнение на 101FM Виталий Брам в нашей студии, координатор проекта «Делают дороги». Сейчас к дороге мы перейдем, но Виталий еще работает в группе общественного контроля. Или группа работает на него. Группа работает на Виталия, или Виталий на группу. Сейчас разберемся, да. Группа общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. И вот у меня вопрос какой. Я бы хотела выяснить все-таки перспективы этой группы, потому что, ну, не секрет, группа была создана в свое время при общественной палате Кировской области. На прошлой неделе утвердили новый состав общественников, которые будут работать с октября, с конца, по-моему, да. И в общественную палату не прошел руководитель рабочей группы Константин Сичихин, что для нас, конечно, было удивительным, поразительным. Ну, то есть непонятно было, как человек, который много работал, много дел, не прошел в новый состав. Виталий в общественной палате тоже не состоит. Я так понимаю, что очень многие активные члены рабочей группы там не состоят. Там всего один или два члена палаты. Не очень понятно, как будет работать сейчас группа при общественной палате, если там нет никого из общественной палаты. Объясняю. Во-первых, что есть группа? Группа — это инструмент. У нас есть проект «Делай дороги». Это первично. У нас есть сообщество людей. Это первично. Группа и палата для меня — это инструмент. То есть да, мы используем палату как инструмент. Так и должно происходить. Мы, люди общества, используем палату как инструмент, который нам дарован. То есть законодательством, системой, выстроением и все прочее. Поэтому я не вижу никаких проблем абсолютно с тем, что Константин Сергеевич не вошел. Ну, не вошел. Более того, хочу сказать, группа, насколько я помню, все же, если вам вдаваться в регламент и смотреть, может возглавлять не член палаты. Готов ли вы возглавить, если будет нужно. У нас бы сменилось там 3-4 руководителя, ничего страшного. В ней обязательно должны присутствовать члены общественной палаты? Или это не обязательно? Надо посмотреть. На мой взгляд, если обязательно, то там будут члены палаты. У нас в этом составе палаты все равно есть какое-то количество вразумительных людей. Группа при общественной палате продолжит работать и с этим составом? Пока не готов. Ну, потому что в свое время, во-первых, во-вторых, мы сейчас активно думаем, как будем развиваться дальше. То есть мы понимаем, что мы за 2-3 года деятельности, в том числе в составе рабочей группы, провели системный анализ, выявили системные ошибки, написали свои предложения, чтобы эти проблемы решить. То есть группа, на мой взгляд, свою работу выполнила. Бегать по объектам ремонта я не буду. Я в этом году уже практически там не был во время проведения. Я что-то дурак? У нас есть служба заказчика, служба контроля, кстати, новая. Вот мы все бегают, да. А мы скажем, что вот тут у вас проблемы. Вот такие есть пути решения, на наш взгляд. Идите, работайте. Не хотите работать, идите к чертовой матери, поставим других. Кто-нибудь встанет на ваше место, которое будет работать? Ну, в любом случае, да. У нас там новая администрация города, которая подает надежды вроде бы, да. Пусть работают прекрасно. У нас новая группа ДДХ подает надежды. Это не Менькин, да. Это хорошо. Хорошо и вызывает как бы и положительные чувства, и тревогу. Ну, потому что чем более компетентен человек на этих местах, где идут потоки денежные огромные, тем больше шансов что-то сделать не так. То есть не в пользу города. Но я надеюсь, что такого не происходит. Очень сильно надеюсь. И верю, что все будет хорошо. То есть еще раз говорю, рабочая группа для меня лично, да. То есть это инструмент, с помощью которого я там реализую там те или иные свои проекты, задумки, мысли и все прочее, да. Работает она при палате или вне палаты, неважно. Неважно. То есть даже если группа прекратит по какой-то там причине свою деятельность, ну, допустим, не сойдемся во мнениях там с руководством палаты снова, да. Ну, кто его знает, что там будет происходить. Ну, мы с ним другую рабочую группу при другом органе, допустим, да. Ну, допустим. Главное, чтобы ваши полномочия не урезали при этом, понимаешь? Да никто не урежет. Полномочия гражданина даруются Конституции, здравым разумом и божественным проведением. Да, в Библии все написано. Вот Виталий Барамон обнадеживает просто. Псалом 36-й, читайте, там все написано, что надо делать, что не надо делать, чтобы происходить с теми, кто делает правильно, а чтобы происходить с теми, кто будет делать неправильно. Это Владимир Быков, отдельные пожелания почитайте, пожалуйста. И еще один привет Владимиру Васильевичу. Три минуты у нас остается, есть еще два вопроса. Первый вопрос касается референдума по поводу повышения или не повышения пенсионного возраста. В Кирове зарегистрировали подгруппу по проведению референдума ТАСС, сообщает, в нее вошли 133 человека. Прочих подробностей пока нет, но зато известен вопрос, который планируется вынести на референдум. Поддерживаете ли вы, это я сейчас цитирую, поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен? Что? Это вот вопрос. Приходишь ты на референдум, а там значит бланк с таким вопросом. Поддерживаете ли вы? И два варианта ответа, да и нет. И надо куда-то галочку поставить. Ой, да абсолютно не важно. Формулировка. Да абсолютно не важно все это. Вот абсолютно не важно. Слушай, у нас люди на выбор не ходят, какой референдум вообще. Чего мы еще разговариваем? Все-таки повышение пенсионного возраста касается всех. Тут, наверное, все пойдут. Как вот Владимир Владимирович решит, так и будет. Он выйдет и скажет, он же сказал, что мне не нравится. Выйдет и скажет, неси опять, мы поклопаем в ладоши. Виталий, вот у меня вопрос. Референдум, хорошо, пусть проводят. Есть активные люди, есть активные люди, люди эти активные, кто там, КПРФ, они даже на выборы людей привезти не могут. Какой референдум, к чертовой матери, какие люди, прошли столько этих каких-то митингов, непонятных абсолютно, никому неинтересных, все сломано, будет так, как будет. Повысят вам всем нам пенсионным возрастом. Подожди, вот все-таки у меня вопрос про формулировку. Да непонятно мне никакая формулировка. Тебе непонятно, людям понятно будет. Людям абсолютно непонятно. Все запутано, все специально, намеренно, надменно сделано и все прочее. Более того, вся пенсионная реформа, в кавычках реформа, потому что это не реформа никакая, у нас еще денег нет, сколько там, 730 миллиардов, судя по тем цифрам, которые промелькивают, у нас какие-то триллионы там приходят. Вот нефть у нас дорогая, мы там какие-то ремонтируем на кубе какие-то там эти здания исторические, у нас все разваливается. Денег у нас много, я еще не понимаю, для чего это сделано, то есть все понимают, что что-то нам уже идет в будущем, видимо. А в целом, вся пенсионная реформа, в кавычках, очень хорошая ширма для повышения НДС на два пункта. Вот это важно, вот это никто не объясняет, не разговаривает, не обсуждая. Мы обсуждаем. Вы-то молодцы. Но вот в общем потоке информации про пенсионную какую-то реформу, которая вообще непонятно, никто в пенсию не верит, никто, никто уже не верит в пенсию. Никто не верит, но работать на пять лет, на восемь лет дольше никто не хочет. За этой ширмой НДС плюс два пункта, ценники на 15-20%, ЖКХ, тарифы бабац еще сверх того, 7,38, что у нас какие-то люди приняли, непонятно зачем, почему, для кого, еще сверху там хотят два раза увеличивать. Ну вот так будет происходить. Ну вот это реальность. И все в эти референдумы, это все намеренно сделано, все митинги, которые были у всех партий, это все было намеренно, чтобы всех запутать. Выпуск пара. Все, Виталий, мы должны завершаться, у нас есть вопрос. Дворы, дворы, ремонтируйте дворы, свои, сами, сами, не рассчитывайте на кого. Есть вопрос от слушателя, не могу его не задать, как вы относитесь к благотворительности, спрашивает он, и будете ли вы тратить на благотворительность деньги, которые вам платят ваши американские хозяева. Виталий. Хозяин, это все Обама, как я его ненавижу, вот сидит там, вот сидел, продолжая там всем руководить, ненавижу его. Вот как вот скажут, спрошу сейчас его, вот так и будет. Но я уверен, что скажут, насы в подъезде, не тратите никаких благотворительность. Вот так вот. Виталий Брам, да, общественник, активист, координатор проекта «Делай дороги» в нашей студии, мы с ним прощаемся. Виталий, спасибо, до свидания. Всего доброго. Особое мнение на 101FM